Паста И разноцветная, вплоть до черных В нашей стране, как правило, используют то, что принято называть рожками, спиральками, паутинкой и макаронами По-итальянски это, конечно, звучит гораздо изящнее, но суть от этого не меняется Стоить они могут от 20 рублей за полкило до практически бесконечности Но дело даже не в цене, не в форме и тем более не в названии Только соусом паста становится тем самым завершенным и любимым во всем мире блюдом У каждой хозяйки есть свой рецепт соуса Как правило, на 100 граммов макарон нужен 1 литр воды и 10 граммов соли За традиционным итальянским мы пришли в известное заведение Красноярска, специализирующееся на итальянской пасте Оказалось, готовить ее совсем не сложно Сейчас мы будем готовить классический итальянский соус карбонара с итальянской пастой фитучини Бросаем пасту в кипяток буквально на 3 минуты Для настоящих итальянских изделий этого вполне достаточно Пока варится паста, начинаем готовить сам соус Это идет бекон, масло растительное и специи Соус сам сливочный с добавлением яйца К обжаренному на масле бекону добавляем примерно 80 граммов сливок и желток одного яйца Туда же отправляем готовую пасту Обязательно надо вскипятить, чтобы сама паста набухла соусом Все Осталось выложить получившееся блюдо на тарелку, посыпать тертым сыром, в идеале пармезаном и подавать на стол Вуаля! Для правильного употребления пасты к вилке приносят не нож, а ложку Она нужна не только для того, чтобы отрубать слишком длинные макаронинки, но и для того, чтобы накручивать их на вилку Русские субтитры сделал DimaTorzok Здесь тоже получится Кобяк-кобяк Диана Торзок